Ну вот, теперь и нашу Кайли обсыпала. Просила я тебя кушать меньше тортиков. Шок-контент, друзья мои, Симс 4, Симы поедают руки. Что происходит здесь? Что вы творите, ребят? Что за странности? А, какие странности? Это же 100 детей, друзья мои, Симс 4, мы вернулись. И в прошлой серии один из наших младших братьев уже повзрослел и переехал в другую семью. Ой, у нас тут один из наших братьев в труселях вообще решил прийти на вечеринку. Тут наши сестры как бы сидят, общаются. У нас тут даже один андроид какой-то появился. Слушайте, ну я вам говорю, это 100% Детройт. У нас андроиды потихонечку среди наших Симов начинают проявляться. И я так понимаю, что нужно быть с ними как можно осторожней. Наши детишки попадали все от усталости. Они голодные, вонючки, уставшие. В общем, ну это Симс 4, это 100 детей. И у нас сейчас в семье 4 Тоддлера, ребят. 4 Тоддлера, и как мы с ними справимся, я пока что не знаю. Кстати, если вам нравится 100 детей, обязательно поддержите ролик лайком. Ну а мы с вами возвращаемся. В игру не ешь, пожалуйста, его руку. Она невкусная. А, все, не будешь кушать, но молочага. Значит, мы с вами устроили в прошлой серии небольшие семейные посиделки. Кто-то у нас, походу, здесь вонючка. Подожди, кого нужно искупать? Ты у нас вонючка. Ты вонючка. У нас все вонючки. Вы понимаете? Все хотят спадки. Значит, смотри. Мы тебя должны уложить. Тебя должны уложить. А ты вроде бы еще не очень сильно хочешь спадки. Поэтому, Кайли, отрывай свой попец. И неси скорее мальца купаться. Так, кого мы должны искупать? Кого мы должны? Томаса, по-моему, да? По-моему, Томаса. Ну, я надеюсь, что я уже не путаюсь в наших детишках. Потому что, действительно, четыре Тоддлера, ребят. Вы представляете? Четыре. У нас тут она вообще голая ходит. Радость моя. Голая ходить. Ну, как бы на весь... А, пошли обниматься. Правильно? Прекрасно. То есть, в общем, все вонючки. Все уставшие. А еще в прошлой серии у нас там такая драка была. Скандалы, интриги. В общем, как вы понимаете, в Sims 4 100 детей вообще не заскучаешь. Как вы думаете, что будет, если я тортик заберу? Они на меня обидятся или нет? Вот что бы вы сделали, если бы у вас из рук вырвали тортик? Вы бы, наверное, тоже обиделись. Все вонючки? Да я понимаю, не надо мне рассказывать, что все вонючки. Куда ты собралась? Да не надо тебе кушать тортик. Спадки, ложись. Пожалуйста, я тебя потом помою. Ты занимаешься ребенком? Почему она не искупала ребенка? Ну, за что ты так со мной, дорогая? Я понимаю, что ты хочешь спать. А ребенок хочет быть чистюлькиным. Поэтому помоги ему, пожалуйста. Искупай его уже. Эти общаются... Ребята, подождите, что происходит? Джордж Нельсон и Марси. Подождите. Джордж Нельсон, если вдруг вы не знаете, это отец нашей Кайли. А Марси, как бы, сестра Кайли. Но, как бы, она с Джорджем не имеет ничего общего. Но, как бы, это очень странно. У нас же день рождения был. Что вы здесь творите? Все, я не буду... Я даже туда поворачиваться не могу. Ребята, вторую серию они меня смущают. Дико смущают. Купаешься. Причем они пошли, вы понимаете, они пошли в туалет. Там, где... Как бы, туалет сделан для наших детишек. Какой кошмар. Что происходит? Я пока что мусор повыбрасываю. Кстати, в прошлой серии мы оплачивали, считаю, у нас 12 тысяч вышло. Вы представляете? 12 тысяч. Как мы успеем накопить эти денюжки? Я пока не знаю. Так, Джордж. То есть, Джордж у нас, знаете, такой альфа-самец. Мало того, что он, как бы, потом, по-моему, наша Амелия, по-моему, переехала к Джорджу, если я не ошибаюсь. О, пупся. Давай ку... Как-как-как... Давай сюда. Я хотела сказать купаться. Ты уже искупался. Это что такое? Это фрикадельки. Два часа? Нет, давайте выбрасывать. Два часа вредле мы их будем кушать спустя два часа. Так, ты хочешь спадки? Ложись, наверное, спадки. Это голая ходит. Ну, конечно, тут половина персонажей ходит голая. Поэтому эти и отправились по своим делишкам. Главное, чтобы сейчас пупс туда не зашел. Я вас очень прошу. Ребята, это прям какой-то ужас. Это прям какой-то кошмар. Хорошо, что есть цензура в 74. Я, наверное, каждый раз так говорю. Но это действительно хорошо, что есть с этим модом в Виккед Уимс цензура. Так, выбрасываем. Подожди, это кто у нас ходит? Ты кто? А, Фил. Ты чего испугался? Подожди, ты их видеть не можешь. Эти у нас тут развлекаются. Почему ты не спишь? Ты вообще где? А, пупсик проснулся. Пупс проснулся в туалет ходит. Да нет, подожди. Ты ложишься как раз спать. Я так понимаю, что кто-то просто очень сильно шумел. Разбудить? Не-не-не, будить не надо. Я бы хотела, чтобы хоть кто-нибудь искупал. Иди сюда. Иди, пожалуйста, сюда. А ты, моя дорогая, просыпайся. И сейчас ты будешь Бернарда купать. Купать в ванне. Бе-бе-бе-бе-бе. Бернард, давай, вперед. Какой ужас, ребята. Это же был просто безобидный день рождения. Что там с фрикадельками? Я предлагаю выбросить. Мы лучше новое приготовим. Потому что я так чувствую, что... Какой кошмар. Этот в трусах. Это лысый. Это андроид. Это какие-то не вечеринки, ребята. Это какой-то трэш полнейший. Эм, ты собираешься просыпаться, нет? А здесь у меня зачем просыпаться? А, все, вы уже... Вы уже наразвлекались? Молодец. Молодец, молодец. У меня сейчас точно такое же выражение лица, как у нашей Кайли. Я точно так же сейчас ручками делаю. Ну, потому что это какой-то ужас. Вы пришли на день рождения. А в итоге... Кстати, да, Марси. Вы... О чем вообще разговариваете сейчас? То есть он ее пригласил почему-то наших симов, манечка, в туалет везти. Обратите внимание, уже который раз у нас все происходит в туалете. Видимо, у них там какая-то любовь к этим местам. Выбрасываем все, потому что я не хочу, чтобы наши детишки кушали что-то просроченное, что-то испорченное. Я надеялась у нее забрать тарелку, отдай тарелку. Все, забираем тарелку и выбрасываем. Значит, у нас сегодня понедельник, 21 час. Что у тебя вообще по... Ага, ты ничего не сделал. Ты голодный. Подожди, просыпайся, иди кушай. Я хочу тебя прокачать. Ты просыпайся. Ты пойди помойся. Быстренько, прими душ. Ты спишь. Спишь и голодный. Ох, ребята. Надо как-то пупца накормить. Что у нас есть тут съедобное? У нас есть тортик. На тортик хрустящий тостик. Хороший мой, давай-ка ты сейчас тостик скушай, потому что ребенок очень голодный. Нам сейчас напишут, вы не досмотрели ребенка. Надо ребенка покормить. Так мы стараемся. Мы сейчас пытаемся его накормить. Ну что, как у тебя дела, Кайли? Ложись, пожалуйста, тогда спать. Все, ложись спать. Все. Да я знаю, что Томас голоден. Мне так нравится. Знаете, Sims 4 иногда такой капитан очевидность. Капитан очевидность, Томас голоден. Награда. Какая награда? Мы даже без наград. Мы же... Странно. Ладно. Мы играли сейчас без наград, но ребята... Ой, ребята, игра решила, что мы играли с наградами. Так, тостик убираем. Значит, Кайли легла спадки. Ты, собственно, что делаешь? А почему у нас тут так грязно? А почему никто за собой не убирает? Хорошо. Смотри, дорогой, ты должен пойти... Ага, это наше дерево. Ты должен пойти покушать. Блин, я всех должна приглашать покушать. Сударь, извольте пойти покушать. А вы, сударь, извольте помыть свои, там, не знаю, что вы там моете, волосья. Опять сломалась. Да что ж такое? Да что ж такое? Она все время ломается. Не, ребята, из принципа не буду ее менять. Пусть будет такая вот сломанная. Пусть пятна сломанной. Я не знаю, чем они занимаются, что они ломают эти кровати. А ты здесь решила остаться, да? А что ты младишь вообще? У тебя как бы все хорошо было сейчас с Джорджем Нельсоном. Это было очень забавно. Да куда ты идешь? Ну что, у нас тут еды не хватает. Вот я иногда не понимаю наших персов. Нормальный. А, видимо, ему не нравится, что она нормальная. Все, поел. Молодец. Смотри, чувак, вот тут у нас есть домашка. Вот тут, садись. Вот прям здесь на попу. И делай домашнее задание. Я пока что вот этот проект, куда его дену? Куда тебе деть проект? Давай, наверное, где-нибудь здесь поставим. Это, по-моему, проект нашего брата. Ну, вот тут под деревом пусть. Что ж такое? Ты стал хоть под деревом? Да. Он стал под деревом. Сейчас ты покушаешь. Эта сидит, жалуется, небось. Все не так, как я хотела. Все очень плохо. Все очень грустно. Ну, а ты занимайся вот этим проектом. Я хочу, чтобы они сначала закончили это что? Рыба-попугай. Откуда у него рыба-попугай? Мы же, по-моему, не отправляли его на рубалку. Или отправляли на рыбалку. А, кстати, он у нас еще с синяком, ребятки. И мало того, что ему глаз в прошлой серии подбили к губу. Это какой-то ужас. Мало того, что нашу Кайли отбросал. У нас какая-то, знаете, вот странная полоса в жизни. У Кайли прыщи. Нашего, получается, младшего брата избили. А у этого что? А у этого, надеюсь, что все в порядке. Он просто не бегает за девочками, поэтому никаких проблем у него нет. Так, ну что, ты покушал? Все, бросай тарелку. Мне как раз тарелочка нужна. Где ты взял эту овсянку? Ты что, успел добраться до этого самого? До холодильника? А, у нас тут холодильник. Вот хитрые какие. Между прочим, у нас осень. Моя самая-самая-самая любимая пора в 74. Ну, наверное, вместе с зимой. Я не могу сказать, какая самая любимая из этих двух времен года. Но мне осень здесь очень нравится. Особенно в Бриндлтон-бэй. Вы посмотрите, какие красивые желто-красные деревья. Красотища. Просто красотища. Ну что, ты у нас занимаешься проектом? А, я думала, он вонючка. Я смотрю, что из него дымочек идет. Дорогая, просыпайся. Сейчас ты должна подтянуть своих сыновей. Так, давай в туалет. Значит, смотрите. В принципе, мы можем нашу Кайли уже отправлять с кем-нибудь. Ну, в смысле, уже отношения строить. Я вот не знаю, рано ее отправлять на свидание с кем-нибудь или не рано. Ну, посмотрим. Сегодня посмотрим по успехам наших ребят. Стоять. Вижу, что кто-то хныкать хочет. Кушать рыбу с жареным картофелем. Ты спишь. Спишь. И ты тоже спишь. Все. Спокойно. Все нормально. Давай будем помогать нашим ребятам. Помочь с проектом. И ты тоже потом помоги с проектом. Я не знаю, успеем мы сегодня или нет. Ребята вроде бы в нормальном настроении. То есть, наш пупс идет, чтобы слямзить рыбку, да? Он увидел, что кто-то из братьев рыбку не доел. Ну, в смысле, для нашего пупса это дядя. Кто-то из дядь не доел рыбку. Пойду. Пойду свару рыбку. А ну, давай. Тыц. Все. Была рыбка. Нет, рыбки. Знаете, такой пошел. Типа, я тут ни при чем. Я ничего не сделал. Навык ракетостроения. Классно. Еще тарелочка. Значит, у нас есть, как вы видите, у нас есть денюжки. Ну, точнее, у нас не денюжки, у нас есть розы, которые я хочу продать. Три тысячи мы с вами получили. У нас есть летние растения, зимние растения, но я их пока что продавать не хочу. Мы с вами можем что продать? Можем всякие игрушки попродавать, которые нам прислали наши родственники. Вот, у нас есть еще шестьсот семиллионов. Ну, конечно, пока что мы с вами не очень много зарабатываем, но хоть как-то, как говорится. Это тоже продаем. У нас тут вот какие-то цветочки, василечки, тридцать. У нас, между прочим, питая есть. А ну-ка. Две восемьсот тридцать, ребятки. Это просто же золотая жила. Ну и, конечно же, здесь у нас было наше золото... Слушай, а что, он не растет вообще? А, не надо ничего делать. У нас вот здесь денежное дерево раз, здесь денежное дерево два. Что, конечно, не может не радовать. Что мы должны продать? Вот это мы тоже продаем. Эти игрушки нам, оно вообще уже не надо. У нас еще вот есть денежное дерево. Не-не-не-не-не! Гномиков мы продавать не будем. Гномики нам всегда нужны. У нас багнутые гномики, которые нам всегда дают денежки. Ну, сорок семиллионов за игрушки. Есть игрушки дорогие, а есть такие, знаете, не сам. Сто пять, вот смотрите, двести восемьдесят пять. Гномиков мы не трогаем. Ну, все остальное пусть остается и капсула тоже. Хорошо, подожди, а ты что, сразу двоим помогаешь, нет? Нет, только одному пока. Ну, ему еще работать, работать и работать. Упсы! Ну, чего ты грустишь, хороший мой? Ну, не грусти, пожалуйста. Все будет окей. Все будет чики-пики. Смотри, у тебя есть игрушка. Поиграй, пожалуйста. Давай, поиграй. Тебе она должна понравиться. Он улыбается. У тебя очень симпатичные лошадки на футболке. Подождите. В смысле Николас из Хевен Фан? Николас? А где Николас? Подождите, а я не знаю, где Николаса я же отселила. Нет, я рада, что он у него, он Хевен Фан. Но я его здесь как бы не вижу. Или он где-то здесь? А ну, давайте поищем Николаса. Играем в игру, ребят. Если я его не замечу, вы его заметите, то напишите, пожалуйста, на какой минуте вы его заметите. А я что-то не вижу нашего Николаса. Где он Хевен Фан? Обычно, если он где-то здесь на участке, то оно мне должно показать. Но я его что-то не вижу. Николас? Николас, хороший мой, где ты, Хевен Фан? Мы хотим, как бы, знать, куда не смотреть. Ну, видимо, Николас решил, что нам точно его Хевен Фан не нужно увидеть. Это просто игра нас поставила. Это что? Это не Николас, это какая-то коряга. Тут его тоже нет. Слушайте, это как-то странно. Я его отселила. Перед началом этой серии, что он тут за... С собаками здесь гулять нельзя. Я его переселила, потому что нам уже нужно было его отселять. Что-то не видно, где он там, Хевен Фан? Привет, Катеич! Ты же Катеич, Гарольд. Эх, хочется какого-нибудь питомца себе завести. У нас тут очень много различных классных питомцев. Но нам, как бы, сейчас заведем питомцев, и нам не останется места для детишек. Ты кто вообще? Саймон. Саймон! Ставь лайк, если помнишь. Саймона из клуба романтики. Как он там со своей колымагой, интересно. Ну все, ребят, я не знаю, где он там Хевен Фан. Где-то он там себе Хевен Фанит, но Хевен Фанит и Хевен Фанит. Понимаете, в чем прикол? Получается, сейчас мы должны стараться как-то экономить денежки, потому что 12 тысяч. То есть, у нас должно быть за каждую неделю мы должны каким-то чудом накапливать по 12 тысяч. Я не хочу ничего продавать. Я, в принципе, не хочу ничего продавать из нашего дома. Кстати, знаете, а представьте, если бы наш вот этот домик был двухэтажный. То есть, это что, 24 тысячи было бы? Не многовато ли? Мне кажется, многовато. Так, ты закончил? Тебе скучно. Я понимаю, что тебе скучно. Подождите, а вы что, все закончили? Ты же не закончил. Ты кому сейчас помогаешь? Аккуратно работай, пожалуйста. А ты ему помоги. Помочь с проектом. Я всегда буду тебя любить. Да, я всегда тебя буду любить. Ты закончил, правильно? Это твой проект. Да, это Мэтью. Сходи, пожалуйста, в туалет. Вот твой туалет. Это твой туалет. Вот в этот туалет. Не надо ходить. Здесь пупсы спят. А то мы помним, там кое-кто развлекался уже. Значит, что тебе осталось? Тебе нужно сделать домашнее зад... В смысле, а почему ты не можешь пройти? Иди сюда. А что не так с туалетом? В смысле? Тут никого нет, чувак. Чувак, ты что? У тебя вообще все в порядке? Ты что? Тут никого нет. Ребята, это что за магия? Здесь же... Подожди, а сюда ты пройти тоже не можешь? Ты даже в комнату пройти не можешь. Окей. Ладненько, прохладненько. У нас какие-то тут магические прям... А чего он не может пройти, ребят? Что за... Что за странно? Нет, может. То может, то не может. Может, он не может определить, с какой ему туалет больше нравится. Все равно странности какие-то. Хорошо. Допустим, ты помогаешь? Помогаешь. А нет, ты не хочешь что-то помогать? Помоги с проектом, пожалуйста. А пупс пусть ложится спо... Ааа, пупс голодный. Голодный пупс. Надо сейчас себя покормить. Хрустящий тост. Смотри. Встает. Вот. Вот, быстренько хватай порцию. Очень странно, что наши детишки не могут кушать вот в этой комнате. Все? Молодец. Подожди, 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 подожди. Так, тебе что нужно? Два из трех. Ну, давай. На дорожку. Быстренько, разминка. Но сейчас 5 утра. И мне кажется, что нам нужно еще как-то успеть домашнее задание сделать. А я не знаю, как это сделать сейчас. Быстро делай домашнее задание. Все, хватит помыть руки. Все, помыл. Все, чистюлька, молодец. Сейчас тебе мамочка поможет. Наша мамочка сегодня прям в ударе. Обратите внимание, она прям всем помогает. Такая вот активная. Ребята отправились на учебу. Но перед тем, как пойти в колледж, я решила попросить нашего младшего брата пригласить к нам кое-кого. Хернандес прибежал очень быстро. Прям очень. И мне кажется, что... Ну, Кайли есть. О, сразу же перепихон. Прекрасно. Давай мы лучше сначала жизнерадостно представимся. Потому что Хернандес понятия не имеет, кто такая Кайли. И вообще... Привет. Привет. Здрасте. Я сейчас к тебе выйду с тарелочкой. Ну, чтобы ты мне завидовал. Смотрите, как гордая идет. Прям очень гордая. Кто голоден? Подождите. Я... Проверка. Пришла проверка. Ты голодный. Почему ты мне не сказал, что ты голодный? Так, открывай. Что у нас есть? У нас есть бутерброд с овощами. Ой, печалька. Печалечка. Чего же все такие голодные? Просыпайся. Тоже возьми порцию. Ну, а ты, моя дорогая, давай-ка поздоровайся. Привет. Привет, красавчик. Давай мы с тобой поздороваемся. Подними ему настроение. Узнаем тебя получше. Посплетничай. Ну, и, наверное, расскажи ему невероятную историю. А еще... Нет, ну, жаловаться мы не будем. Слушайте, прикиньте, приходит чувак. Он приходит ради своего нового друга, ну, с которым он познакомился на блошином рынке. А тут выходит встречать такая девушка в пижамке, немножко такая вот... Слишком активно веселая, она что-то все время улыбается. Ну, ему, наверное, в принципе все равно. Ты куда собрался, парень? Ты кто вообще такой? Только не говоришь, что ты Аллен. А, фух, он не Аллен. А то я уже думала, это какой-нибудь очередной наш родственник. Давай мы похвалим твой наряд. Значит, нам нужно сейчас с ним поактивнее подружиться. Кейт Панкейк. Да я не знаю, кто ты такая. Отвали от меня. Ты спишь? Так, ты кушаешь, и ты тоже кушаешь. Ну-ка, мне сейчас кто звонит? Маргарита Линкс. Ну, знаешь, у меня есть твой номер, чтобы лично сказать тебе кое о чем. Ты просто отстой. Слушайте, что за злобные люди? Что за злобные друзья, одноклассники, однокурсники у наших братьев? Это какой-то ужас. Заметьте, они все время стебутся, издеваются. Так, ложись, пожалуйста, спадки. Я понимаю, что ты вонючка, но понимаешь, сейчас у твоей мамочки очень важное дело. Тебе как вообще в миске стоять с ногой? Нормально, да? Дерзко заигрывай. А ну давай, дерзко позаигрывать надо. Там Пайк расставится, покажи мне, каково это. Девчонки, учитесь дерзко заигрывать у нашей Кайли. Ты классный чувак. Вот. Братьям нужно было у нее учаться. Учаться? Учиться. Давайте попробуем получить высший балл. Мне кажется, это будет лучший вариант. Ну-ка. Презентация. Должен прочитать доклад перед всем классом. У него есть несколько идей. Такс, выложиться или сделать немного? По-моему, здесь лучший вариант был сделать немного, потому что, по-моему, когда выкладываешься, то то ли его засмеют, то ли еще что-то. Давай сделаем немного. Ну что, что ты мне скажешь? Рост малый. И рост тоже малый. Ну, это лучше, чем ничего. Такс, ну что? Ты мне нравишься, я тебе нравлюсь. Давай поговорим о кулинарии. Это же просто идеальная тема. Так, польстим ему. Ну, мне кажется, что наша Кайли вот просто безотказная. И мне кажется, что ее братья немножко завидуют. Поговори в мать теплой погоде. Чувак, Хернандес, а ты ничего такой? Представляете, дети от него у Кайли. Кайли, этот Хернандес. Кайли Хернандес. Только не неси мне новую почту, особенно счета. Что такое? Кого он несет? Сначала друзья, потом уроки. А сегодня я попытался улизнуть с урока, чтобы утешить плачущего друга. Друзья важнее всего остального. Так, а ты что переместилась? Ты хотела, чтобы он вышел из этой самой и остаться? Не, ну это Амелия. На умникон он нас пригласил. Вы представляете? Перепихон. А ну давай попробуем. Как вы думаете, согласится или сейчас откажется? Ну-ка. Да ладно, он пошел с ней на перепихон. Чувак, лучше не смотри, сколько у нее детей. Лучше не смотри. Так, сложись, пожалуйста, спадки. Наши детишки пусть пока отдыхают. Они не должны это все видеть. Ложись спать. А вы, подожди, вы в какую постель-то пошли? Она еще пошла к своим братьям. Так, детишки, выходим. Ну ладно, ради вас могу починить. А то как-то мне неловко становится. У них сразу... Ребят, вы посмотрите, сразу же перепихон в постели. Сразу же все согласились. Потому что эта красавица... Как ее? Кира или нет? Не Кира. Ну, в общем-то, отказалась. А тут прям... Прям я смотрю, что очень-очень даже успешно. По крайней мере, мы его теперь знаем. Мы его можем всегда к себе пригласить. Слушай, а что такое? Попросить... Подожди, какие карточки? Нашего брата здесь уже нет. Тут у нас какая-то магия происходит у них, Огвартса. Ложись спадки. Мы этого брата давным-давно отправили в другую семью. Все, он здесь не живет. Где они его видят? Может быть, тут какой-то его фантом ходит. Я уже не знаю. Эх, здесь у нас один сломанный проект, который хотелось бы куда-нибудь деть. Но я так понимаю, что мы никуда его не денем, кроме как к себе в багаж. Да ладно, он у нас остался ночевать? Нет, я размечталась. О, розовые труселя. Чувак, а может быть, ты у меня останешься? Давай мы тебя попросим. Давай мы тебе расскажем неэкдот. Подожди, поднимем тебе настроение. Спросить, был ли кекс у него? Милашкин. Милашкин Хернандес. Ребят, это надо было, конечно, придумать. Милашкин Хернандес. А ты ничего такой, Милашкин? Ой, смутили мы его. Она после кекса спрашивает про кекс. Ты что, дурная? Ты что, дурная? Как ты думаешь, что мы только что с тобой делали? Давай, может быть, мы ему еще что-нибудь предложим? Романтика в шкафу, в постели. Давай, позаигрывать надо с ним. Ты ничего такой. Похвали его наряд. У тебя классная труселя. Расскажи ему забавную историю. И я думаю, надо, знаете что? Перепихон. Ну, давайте рискованный перепихон в постели. Что у нас тут за этим... Пока детишки не вернуло. Детишки, братишки не вернулись. Нам нужно срочно его соблазнить. Срочный соблазн до возвращения из школы. Ну что, Хернандес, да не смотри ты на меня так. По-моему, он влюбился. Да и она, по-моему, влюбилась. Ну как влюбился? Относиться. Стоять. Куда ты, Хернандес? У тебя там поцелуй на попе. Ах, Хернандес, ты такой... То есть у них еще... Подождите, первый поцелуй можно хотя бы вам устроить? Первый поцелуй давай. А тут мы можем, кстати, ему предложить... Что такое? Ты что, заболела? Стоять! Стоять, Хернандес! Хернандес, я хочу с тобой поцеловаться. И давай мы с тобой еще, знаешь, что сделаем? Ну, тут у нас есть интересный вариант, который, я думаю, она согласится. Я надеюсь, что они не пойдут в туалет. О, я вам говорила, ребят. Я вам говорила, что это самый быстрый... Этот самый... Самый быстрый кекс в жизни нашей... Ну, чувак. Я тебе хочу кое-что предложить, твой поцелуй на попке взбудорожил мою фантазию. Только не говорите, что они идут в туалет. Только не говорите, что в туалет, потому что я сейчас расстроюсь. Неужели другие... О, понятно. Ну, ладненько, не будем иметь... То есть, они пошли... Они пошли, получается, на кухню. То есть, сейчас придут наши два брата. И вместо того, чтобы как бы... Ну, она там что-нибудь приготовила себя, как-нибудь там проявила, как старшая сестра. Смотри, вот тут есть классный этот самый... Планшет, поиграй пока что. Так, ты тоже просыпайся. Давайте всех детишек отправим поиграть. И ты просыпайся тогда, родная. Смотри ролики. Ты что делаешь? Ты спишь? Ну, мамочка тебя искупает, не переживай. Мамочка просто занята немножко. Какой кошмар, ребята. Что у нас происходит в доме? У нас, знаете, раньше мамочки были какие-то, ну, более культурные, что ли. Вот вспомните Мэри. Вспомните Амелию. Какие они были из себя. А тут, я так понимаю, что Кайли пошла в разнос. Кстати, а кто забрал, собственно, один из планшетов? Ребятки, у нас планшет пропал. У нас кто-то забрал планшета. Эээ, попросите искупать. Прости, родной. Пока что тебе не до купания. Тут у нас происходит кое-что. Кое-что запретное. Главное, чтобы сейчас детишки не выходили. Так, ну что? Давай смотреть. Ай, где же забрал этот самый... Может, реально кто-то забрал из наших... Подожди, ты что пришла? Подожди, я надеюсь, что ты как бы не с этим самым, не с Милашкиным и Хернандезом. Я очень надеюсь. Где же планшет, ребята? Что это за вечные потеряхи? То у нас есть планшет, то нет планшета. У тебя есть игрушка, игрушка. Ну, смотри, хорошо, прости, у тебя планшета сейчас нет. Поиграй, пожалуйста. Прэгнанси, отлично. У этих сейчас тут свои взрослые игры. Я предлагаю сейчас, кстати, вот эти проекты, наверное, переместить... Ну, куда мы поставим? Давай один проект здесь разместим. А вот этот проект мы разместим, наверное, где-нибудь вот здесь. Надо бы поухо... Кстати, смотрите, у нас опять розочки дали... Этот самый... Дали нам еще розочки, дали розочки. Отлично, у нас выросли еще розочки. Значит, что мы сможем их продать в ближайшее время. Я что-то как-то не понимаю. У Амелия... У Амелия. Вот видите, я уже заговариваюсь. Кайли, может быть, тебе пора уже куда-нибудь своего Хернандо за... Это самое? Туда? Или я так понимаю, что не туда? Ребята, через час даже меньше придут ее братья. Вот вы готовьтесь. Вы готовьтесь к тому, что... Вот-вот они придут. Игривый шутник. Ай, ай, шутничок. Ты играешь, да? Понимаете, ребята ждут, когда придут братья, потому что... Они понимают, что... Блин! Блин! Нам нужно, чтобы нас кто-то искупал. А у мамочки тут как бы развлечения какие-то. Это что? Это что? Это зачем? Это... Это что за... А, ну да, она не может ничего выбрасывать. Она не может и не хочет. А ты не можешь выбрать, а ты тоже не можешь. Сейчас они вернутся, ребят. Просто готовьтесь к тому, что сейчас они... Я так понимаю, что они будут просто в шоке. Я даже боюсь представить, что это... А все? Все, он, главное, голый. А она просто устала. Ну, наконец-то. Хоть ты освободилась. Что-то у вас тут за эти самые диалоги. Упс, ребята. А, репутации с вами познакомились? Можно я дам вам ему ваш номер? Подожди, подожди, подожди. Кристиан, ты мне что предлагаешь? Боюсь спросить, что они идут делать. Я даже не проверяю. Ребята, они пошли. Они пошли. Они пошли. Смотрите, сначала на кухне. Потом они отправились, получается, в шкаф. Давай проверим, что с оценками. Они пока что хорошисты. Значит, у них здесь все отлично. Им нужно срочно до... Давайте пойдем поиграем немножко. Им нужно срочно, срочно прокачаться. Так, иди играй, пожалуйста, с Мэттью. Я не знаю, где Николас? Ну, хорошо, давай с Николасом. Где Николас? Николаса здесь нет, ребят. Может быть, они до сих пор не знают, что Николас переехал? Может, они думают, что Николас все еще остался, но я его переселяла. Ну, вы же видите, что его нет. И вот этот вот в зеленых труселях, это вряд ли Николас. Нет, ну, может, Николас сделал себе очень быстро пластическую операцию, и нам просто не показывает. Мне правда пора. Этот нам сказал мне, правда, пора. Ну, ну, ладно. Ложись, пожалуйста, спадки. Так, подожди, подожди, подожди. А может быть, мы, ну, это, сделаем? Все же хотят узнать, а то нам придется опять вечером Хернандеса призывать. И говорить, Хернандес, иди сюда. Все, мы тебе не мешаем, мы не будем подглядывать. А ты куда собрался? Куда ты вообще идешь? Стоять. Да нет, не-не-не-не-не-не, подожди. Ты спать не там, ложишься. Ложи здесь, пожалуйста, спадки. Ты хочешь искупаться, я понимаю. Но пока что мамочка ничего не может сделать. Так, не мешаем ей. Да ладно! Да ладно! Никто, наверное, не удивлен, что Хернандес постарался. Ложись спать, вонючка. Ложись спать. Какая же она грязнуля. Слушайте, у нас все уставшие, все грязнульки. Но им желательно сейчас восстановить свои показатели, потому что, как вы понимаете, нам нужно срочно, срочно. Я просто надеюсь, что, возможно, 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 на следующий день Гарлетт хочет отм... Подожди, 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 подожди. Есть сегодня что? Ребят, сегодня у пупсов день рождения. Сегодня у пупсов вечером должен быть день рождения. Поэтому давайте-ка всех отправим выспаться. Да куда ты пошла? Я пошутила по поводу вонючки. Вонючки, реагировать на первый снег. Какой первый снег? Спать ложись? Нет, Лия, пока. Ну все, вроде бы Кайли выспалась. Я отправила ее помыться. А вот наш младший брат почему-то, ну вот, не хочет ложиться спать. И все, что тебе не нравится? Что тебе в этой кровати не нравится? Вонючка тут одежда лежит. Ну так убери ее. Убери ее. И все выйдет супер. И все выйдет... Просто шикарно. Что такое? Ребят, я, наверное... Опрыскать, ну хорошо. Может быть, он тоже чудовищ боится. Ладно. Сейчас нам с вами нужно сделать очередной тортик. У нас, по-моему, прям скоро будет цех по изготовлению тортиков. Готовить. Давайте-ка мы с вами шоколадный тортик сделаем. Шоколадный вкусный тортик для наших пупсов. Пупсы покушали? Ой, пупсы голодные. Значит, кто у нас сегодня взрослеет? У нас сегодня взрослеет Томас и взрослеет Гарольд. Это прекрасно. Такс, ну что, опрыскал? Ты хочешь кушать и ты хочешь спать. Понимаешь, это мои проблемы, что ты хочешь спать. Я тебя прошу, пожалуйста, ложись спать. Дрыхни здесь. Все, короче, можешь прям здесь лечь и поспать. Я тебе мешать не буду. Значит, родная, ты должна уже вылазь здесь в ванной. Ты, по-моему, уже чистая, чище просто некуда. Он все равно не хочет. Ладно. Последний шанс я тебе даю. Я разрешаю тебе выспаться у Кайли. Ты что, лег спать? Нет, он, видимо, просто хотел выпросить у меня, чтобы я разрешила ему поспать у Кайли. Чей это вообще стакан? Это что за стакан? Какой-то странный стакан, который мы не можем сами выкинуть. Я даже не знаю, кто его принес. Что ты нюхаешь? Вкусный тортик? Ну, нюхай, нюхай. Да, я знаю, что тортик очень вкусный. Ну, что это такое? Что ты делаешь? Что ты творишь? Ох, какие же вы непослушные ребята. Это просто какой-то ужас. В любом случае, сейчас будем будить наших пупсов. Значит, кто у нас? Гарольд и Томас, правильно? Еще раз себя перепроверю, потому что знаю я себя, Томас и Гарольд. Значит, у нас подрастет 34-й и 33-й ребенок. Всего у нас сейчас 36 детей, друзья мои. 36 детей! Чего ты еще грустный? О, ты грустный по огромному количеству поводов. У него проблемы во всем. Я смотрю. Что такое? Небольшие дефекты кожи. Чувак, да не переживай ты. Все поправимо. Вот тебе желательно пойти помыться? Это да. Вот давай, отправляйся. Прими душ. Эээ, подождите. Это кто? Оливия Гринфилд? А почему она, собственно, сейчас к нам пришла? Ты кто такая? Давай мы тебя поприветствуем по-дружески. Я даже понятия не имею, кто это такая. Что она здесь вообще делает? Прости, у нас сейчас... Ты что, есть села? Да ты что, издеваешься недавно? И почему она села есть этот дурацкий... Подожди, а где торт? Подожди, а где торт? Это какой, новый торт? 17 часов. Нет, подожди, это не тот торт. А где шоколадный? А где шоколадный торт? Печенье, ты кокетка. Я попросила ее сделать сейчас, торт она его не приготовила. Нет, вы мне скажите, это вообще нормальный человек или как? Вроде бы он разглючил. Подожди, главное не кушай. Давай добавим свечки. Не паникуй-то, все будет в порядке. Я его отправила знакомиться, потому что я не знаю, что это за дамочка, почему она пришла поздно ночью. Но сейчас нам нужно разбудить наших детишек. Раз, два. И сейчас мы должны устроить такую вот мини-мини-мини вечеринку. Значит, помочь задуть свечи. Мы должны помочь 33 и 34. Давай, вперед, поехали. Надеюсь, что сейчас все подойдут. Хотелось бы, как бы, такую небольшую, но уютную вечеринку сделать. 33 и 34. Ну, не плачьте, пожалуйста. Ребят, я вас сейчас искупаю. Все будет хорошо. Все будет окей. Мамочка справится. Как-нибудь, когда-нибудь, надеюсь, справится. Все такие грустные. Я просто очень надеюсь, что больше у нас никто. 8 часов. О, ура! Ура! Задули свечки. Так, Гарольд у нас сейчас должен подрастить. Так, быстро! Быстро добавить свечи. Значит, он у нас был ангелочек. Ангелочек. Ну, все, поединочки, отлично. И он у нас первый неряха. Ну, раз он у нас неряха, то... А, мы за тебя ничего не можем... Подожди, а почему мы не можем выбрать? А, точно, можем. Тьфу ты, интеллект общения. Давайте мы его неряшливый общительный ребенок. Ну-ка, покажись. Покажись, красавчик. А, ты ничего такой. Правда, нам надо будет тебя немножко поменять. Но, подожди, Кайля, вернись. Кайля, вернись. Кайля, вернись, пожалуйста. Давай свечи, потому что мы знаем наших детишек. Что, пошла села. Мы знаем детишек, которые сейчас придут. И, собственно, будут у нас кушать этот тортик без разрешения. Значит, подрос наш Томас. Сейчас мы поможем Гарольду. Где наш Гарольд? Где наш... Помочь задуть. Бернер и Саманта пока что остаются. Гарольд. Ну-ка. Так, ты где? Гарольд? Гарольд проснулся. Грязнулька такой. Подожди, а тебе не надо? Да, тебе тоже надо. Вообще, пойди помойся. При меня, главное, довольный такой. Наконец-то я стал старше. А тут есть мячик. Сейчас пойду поиграю. Надеюсь, мамочка мне разрешит. Знаешь, чувак, надеется это... О, молочага задул сразу же все свечки. Ну-ка. Сейчас посмотрим, каким получится Гарольд. И если тот у нас очень общительный, то этого мы каким можем сделать? Может быть... Каким бы тебя сделать? Любознательный... Так, ты у нас книжный червь. Ну, давайте интеллект. Окей. Прекрасно. И ты у нас длинноволосый сразу же. Слушайте, ну прям красавчики у нас такие. Только я тебя прошу, убери этот стакан. Убери и выбрось этот стакан. А ты можешь, кстати, всех пригласить... Так, давай. Нет, не взять кусок. А ты не можешь пригласить? Поставить, убрать. А пригласить? Ну что это такое? Ну давай попросим тогда нашу мамочку пригласить всех за стол. Я слышу, что кто-то плачет. Чего ты лег спать? Надо покушать. Надо тортик скушать вкусный. Нам зато прислали очень много различных подарков. Как вы понимаете, мы сможем все попродавать. И, конечно же, денежек мы сможем немножко получить. 38 тысяч у нас сейчас есть. То есть буквально на ближайшие две недели у нас точно есть денежки. Кстати, у нас созрело наше золотое дерево. Только нужно, по-моему, его будет продать. Все надо обработать. Не, не надо. Слушайте, по-моему, его надо обработать. А может и не надо его обрабатывать? А, средства от жуков. Я же говорила, что нужно использовать. Ну что, наши детишки. Вот какая-то дама к нам пришла непонятная. Я тоже решила, видимо, на халяву тортик покушать. Но это нормально. Это нормально в 74, что к нам приходят какие-то странные личности. Но сегодня у нашей Кайли был очень и очень удачный день. Как вы понимаете, один из наших братьев пригласил своего друга к себе в гости. Сам ушел на занятие. И этот друг очень понравился Кайли. И она успела простудиться и заболеть. Ну где ты так успеваешь, родная моя? Где? Объясни мне, пожалуйста. Кто родится у нашей Кайли и какими станут наши детишки. Я думаю, что в следующей серии, скорее всего, подрастут наши пупсы. Ну и плюс мы поменяем наших ребят. Мы уже узнаем это все в следующем видео. Поэтому, друзья мои, если вы хотите, чтобы она вышла как можно скорее, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok